Мы уже зарегистрировались. А на сколько? На минут 10. Минут 10? Да. Ну, это будет намного удобнее, чем если бы вы ждали очереди. Конечно. За гостевыми компьютерами те, кто не хочет сидеть в очереди. Сделать документы самостоятельно в режиме онлайн можно в МФЦ. Посетителям помогают консультанты. Такой способ быстрее обычного. К тому же, граждане могут сэкономить деньги на некоторых видах услуг. Эти услуги, которые предоставляются, например, через госуслуги, существует скидка 30%. Если вы хотите получить, например, загранпаспорт, это существенная скидка, которая продлилась с 1 января 2021 года до конца 2023 года. Поэтому любой гражданин может воспользоваться еще этим. В МФЦ Хабаровского края предоставляется 660 услуг. 115 самых востребованных из них доступны для получения в электронном виде. В прошлом году во время режима самоизоляции информационный сервис стал еще функциональнее. Добавились новые опции. Теперь лично к специалистам обращается меньше граждан. Около 30 человек в день, в отличие, через мое. До пандемии было гораздо больше народу. Сейчас стараемся сохранять дистанцию все-таки и сажать по мере освобождения специалистов. МФЦ на улице Серышева посетил первый зампредправительства Хабаровского края Александр Никитин. Он ознакомился с работой специалистов и поговорил с посетителями. Несмотря на удобство онлайн-сервиса, освоили его еще не все. Услуга у нас доступна сейчас под вашу по электронному сервису через портал госуслуги. Да. Но удобнее получать? Удобнее, конечно, да. По режиме окна, да? А так, чтобы прислали, пока неудобно. Чтобы ускорить работу, в октябре прошлого года в Хабаровский край привезли две криптокабины. Одну в Хабаровск, другую в Комсомольск. До 1 декабря они должны пройти процедуру лицензирования в МВД. С их помощью можно будет быстрее получать загранпаспорта. Мы будем ходатайствовать перед управлением внутренних дел по Хабаровскому краю, чтобы ускорили процесс, так как это существенно снизит в том числе очередь и подача заявок на получение паспортов. Из-за пандемии МФЦ сократил количество посещений и ведет работу с гражданами по предварительной записи. Время ожидания в среднем составляет пять дней. В день МФЦ Хабаровска принимает около полутора тысяч обращений. Чтобы обрабатывать их быстрее, здесь налаживают работу онлайн-сервиса. Работу развития сервисов мы оцениваем положительно. Но сейчас хотим сконцентрироваться над тем, чтобы проинформировать наших граждан о том, как работают эти сервисы. Потому что мы видим, что из всех обрабатываемых услуг, порядка 40% этих услуг, они выпадают на долю тех, которые мы можем получить дистанционно с вами. В прошлом году в офисах МФЦ региона было принято полтора миллиона обращений. Сделать обслуживание более качественным помогут цифровые сервисы. При условии, что граждане начнут активнее ими пользоваться. Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.